МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В Красноярске не утихают обсуждения автотрагедии на улице Ленина. Дело уже обросло слухами и предположениями. Сегодня в нашем выпуске интервью с отцом виновника аварии, его друзьями и комментарии юриста. И вот о чем еще расскажем сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как долго продлится режим черного неба? И что нам здесь не хватает? Отдыхаем в России. Бывший министр спорта Сергей Гуров теперь снимает фильмы, когда премьера. Последствия автотрагедии, какие нюансы стоит учесть? Комментарии юриста в нашей студии. В Красноярске снова объявлен режим черного неба. Из-за слабого ветра и дневной жары все предприятия города должны сократить количество выбросов на 15-20%. До 6 августа. Красноярцам рекомендовано пересесть с личного транспорта на общественный, сократить время пребывания на свежем воздухе. Такой ли уж он свежий, а по возможности уехать из города. Режим неблагоприятных метеоусловий снимут завтра в 8 вечера. По прогнозам синоптиков, именно к этому времени в городе подует ветер и пройдет небольшой дождь. А я напомню, что это уже четвертый раз за год в Красноярске объявляют режим черного неба. В сети появилось новое видео о нашумевшей аварии в центре города, где 18-летний водитель насмерть сбивает двоих девушек на перекрестке. Момент столкновения на этих кадрах виден не очень хорошо, зато понятно, что сегодня не каждый сразу готов оказать помощь при подобных авариях. Большинство в этот вечер проезжали и проходили мимо. Например, водитель белого автомобиля по центру явно стал очевидцем трагедии, однако останавливаться и выходить из машины не стал. Хочется верить, что он припарковался неподалеку и хотя бы вызвал милицию и скорую. Сейчас адвокаты предлагают безвозмездную помощь в отстаивании интересов пострадавших. Зрители интересуются, организован ли сбор средств в помощь семьям погибших. Мама младшей погибшей девушки заявила, что представители виновника аварии уже предлагали ей деньги, она отказалась и надежных адвокатов нашла сама. Родственники второй погибшей 32-летней женщины с прессой не общаются, известно только, что это Красноярка, мужа и детей у нее нет. Между собой две жертвы ДТП, знакомы тоже не были. Во второй части выпуска мнение отца виновника аварии, не пропустите. Личная выгода или помощь больным детям. Красноярский медик с большим стажем работы хотела передать квартиру в пользу маленьких пациентов. Последнюю волю врача готова выполнить ее внучка, но столкнулась с препятствием. Псевдо-брат девушки, недвижимость хочет оставить себе. Подробности этой истории в нашем сюжете. В России, в странах Азии у всех детей, которые идут в первый класс, у 15% из них выявляется то или иное снижение слуха. Деньги от продажи четырехкомнатной квартиры, которая осталась после смерти красноярского врача Зои Лукашенко, как раз и должны были пойти на выявление проблем со слухом у детей на ранних стадиях. Сейчас в городе этим занимается небольшая группа медиков. Одна из волонтеров Анна Николаева. О таком пожертвовании она даже не мечтала. Пока она и ее коллеги работают просто на общественных началах. На данный момент мы проводим это обследование исключительно за счет энтузиазма, по большому счету, и каких-то государственных средств и финансирования у нас на данный момент нет. В данный момент мы обследовали только несколько школ. Последнюю волю своей бабушки готова выполнить Ангелина Лукашенко, тоже медик по образованию. Девушка живет в Варшаве. Случайно она узнала о российско-польском проекте. Совместно врачи из Польши и Красноярска проверяют слух у первоклассников. Ангелина предложила свою помощь. Я хотела бы все свое наследство передать в отоларингологическую больницу города Красноярска. Я уже разговаривала с врачом, который работает тут, с польской больницей. По аудиоскринингу я хотела бы, чтобы все наследство перешло в помощь детям. Моя бабушка мечтала об этом. Мечты Ангелины и ее бабушки пока так и не сбылись. Внезапным образом у девушки появился брат, который претендует на четырехкомнатную квартиру. И уже несколько месяцев в красноярских судах ведутся ожесточенные споры. Оказалось, что якобы у ее отца Ангелины имеется еще один сын, о котором она никогда не слышала, не видела. И никто из родственников об этом не сообщал. Естественно, тех родственников, которым это могли подтвердить, либо правильных живых, уже нет. И этот сын предъявляет как раз к Ангелине иск об испарении этого наследства. Очередное заседание состоялось накануне. На него мужчина, считающий себя родственником Ангелины, не пришел, как и не приходил на предыдущие. Его притязание на квартиру в суде отстаивает представитель. Сама Ангелина уверяет, что никакого брата у нее не было и нет. Она не сомневается, это ложь, придуманная в корыстных целях. И она лишь мешает выполнить последнюю волю бабушки. И, похоже, квартирный вопрос испортил уже и красноярцев. Екатерина Лукашенко, Владимир Антонов, Николай Чистяков, Новости ТВК. Тот, кого нельзя называть интервью с однокурсниками и отцом виновника трагической аварии. Как бывший спортивный министр переквалифицировался в деятеля кино. А в краевой администрации появился новый министр энергетики и ЖКХ. Не рисковать и отдыхать только в России. С таким предложением выступил глава Ростуризма Олег Сафонов во время пресс-конференции Вет Артас. На вопрос журналистов, как себя обезопасить от форс-мажоров во время заграничного отдыха, чиновник ответил, что россиянам лучше проводить отпуск в нашей стране. Особенно в свете массовой ликвидации туристических компаний. Сейчас Ростуризм пытается вывести из-за границы всех соотечественников, пострадавших от приостановки деятельности туроператора «Лабиринт», компании «Нева» и «Роза Ветров». Также глава ведомства не исключает новых банкротств туристической отрасли. Напомню, с весны этого года российские силовики тоже вынуждены отдыхать только на российских курортах. Такая мера была связана со сложной международной ситуацией. К тому же и горячо любимый россиянами Таиланд меняет визовое правило. Со следующей недели власти этой страны ликвидируют так называемые бордер-раны, иначе говоря, злоупотребление правом безвизового въезда на 30 дней. Когда истекал срок, туристы, в том числе и российские, выезжали из Таиланда всего на несколько часов и при обратном пересечении границы вновь получали штамп на 30 дней. И так до бесконечности, чтобы не платить за визу длительного пребывания. По новым правилам получить повторный штамп на границе Таиланда можно лишь дважды до общего срока в 30 дней. Потом придется вернуться в Россию и обратиться за разрешением на въезд в посольство Таиланда. Россиянам, которые хотят отдохнуть в этом королевстве, стоит это учитывать. По длительным визам условия не изменились. И мы возвращаемся к теме последних дней. Красноярцы продолжают обсуждать воскресную аварию. Напомню, вечером в центре города 18-летний водитель насмерть сбил двоих человек. С отцом виновника, а также его друзьями сегодня общалась моя коллега Василиса Лукашевич. Она сейчас в студии. Василиса, можем ли мы называть имя этого водителя и его отца? Ведь оно уже всем известно. Да, Ольга, очень хороший вопрос, потому что мы действительно, и как многие знаем имя, фамилию, отчество, и как выглядит виновник ДТП, и знаем, кто его отец, но выдать эту информацию в эфир мы не можем. Дело в том, что существует такой закон о защите персональных данных, который предусматривает тот факт, что без письменного разрешения людей выдавать информацию личную о них, полученную, например, из социальных сетей тех же, мы не можем. То есть телекомпания рискует получить предупреждение и попросту лишится лицензии. Получается интересная ситуация. То есть средства массовой информации, официальные СМИ не могут публиковать некоторые подробности, в то время как в социальных сетях уже есть и лицо, и фамилия, имя, отчество, виновника ДТП. Например, вот есть такой вконтакте группа такая, я живу в Красноярске, и еще с воскресенья, с понедельника все уже знают эту информацию. Мы же сейчас до суда можем лишь сказать, что аварию спровоцировал 18-летний сын руководителя одной из крупных городских больниц. Сын перешел на второй курс медицинского университета, поступил он туда на бюджет по целевому набору, то есть на льготных условиях. Сегодня мы вели переписку со студентами-медиками, кто лично знаком с виновником аварии. Предлагаю послушать мнение его однокурсницы. Обычный парень, еще до универа с ним общалась. Никогда он не прикрывался родителями и не показывал свое материальное положение всем вокруг. Ни в коем случае его не оправдываю, но человек он хороший, добрый. Попала в больницу, он очень помог, все условия обеспечил. Всегда интересуется, как дела и все такое. Я в шоке от того, что произошло на самом деле. Но раз так получилось, он должен быть за это наказан. Молодой, таких сейчас много, поколение такое, что ничего не боится. Я сегодня просила более 20 студентов-медиков, и большинство из них предпочитали говорить, что вообще не знакомые с этим человеком, виновником ДТП. Другие же предпочитали отмалчиваться. Другая студентка, кстати, написала. Хороший парень, ничего плохого не скажу, со своими, правда, закидонами. Конец цитаты. Напомню, официальная версия следователей заключается в том, что на момент совершения аварии следов наркотиков или алкоголя в крови водителя не было. 18-летний водитель успел уже 8 раз привлечься за 8 месяцев, стаж вождения всего 8 месяцев, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Студент нигде не работал, поэтому откуда у него свеженький Ниссан с салона, понятно. Отец виновника довольно влиятельный медицинский специалист. В Красноярске вот что он сегодня рассказал нашей телекомпании. Я могу сказать одно, что я сам в шоке нахожусь и понимаю родителей погибших девушек. Глубокие соборезни, больше ничего не могу. Следствие продолжается. В течение 40 дней будут проводиться технические и другие специальные экспертизы. И в эту пятницу уже будет официально предъявлено обвинение. К этой минуте у меня все, Ольга. Василиса, а в третьей части выпуска мы поговорим со специалистом. Что делать, если вы попали в ДТП, например, с участием влиятельных людей или их родственников? И к другой теме. Очередное перекрытие дороги ожидает красноярских водителей. И на этот раз движение ограничит на улице Дубровинского. Одну из полос там закроют уже завтра. А вот восстановить движение планируют только 1 сентября. С 6 часов утра в районе памятника Чехова начнется плановый ремонт теплосети. Все это для подготовки к отопительному сезону. Воду в этом районе отключать не планируют. А вот водителям, которые едут со стороны коммунального моста, придется потерпеть дорожные неудобства до сентября. Более 200 километров грязи и почвы, которая уходит из-под колес. Именно так выглядит дорога Епишина с севера Енисейск. Несколько лет там не могут проехать не только легковые автомобили, но и большегрузы, и даже меддорожники. Тяжелые машины буквально проваливаются под землю и часами ждут помощи. Из-за трудностей перевозки рабочие не могут нормально заготовить лес. Из-за этого древесина начинает дорожать и в Красноярске. Подробности в сюжете Захара Письменных. Здесь не ловит сотовая связь, и поблизости практически нет населенных пунктов. Дорога, по сути, соединяет Красноярск и Север Енисейск. Правда, назвать это направление проезжей частью практически невозможно. Трасса Епишина-Север Енисейск начинается после переправы на пароме от Енисейска. Несмотря на то, что рядом нет крупных населенных пунктов, машин тут достаточно. Здесь добывают лес и полезные ископаемые. Правда, вывезти это богатство отсюда практически невозможно. Я здесь родился и с этого времени ее делаю. Трудности пути начинаются с первого километра. Нашей съемочной группе повезло, трасса немного подсохла после дождя. Однако ее все равно подмывают ручьи и грунтовые воды. Первые же километры – огромная дыра в дорожном полотне. Практически на все протяженности провалы, которые с трудом преодолевают даже внедорожники. Что уже говорить о фурах везущих лес. Это уже не первое колесо. Мы уже заменили, наверное, колеса 4 на выстрел у нас хлопнуло. Скальник режет. Тут каких-то 120 километров едешь 8 часов. Но что тут дальше, можно вообще говорить. Ни маты, ничего уже нет. То есть я на этой дороге работаю с 2000 года. В этом районе работает несколько компаний, известных в крае и по всей стране. Те, кто добывают лес и отправляют его в Красноярск, говорят, что стоимость древесины заметно растет из-за трудностей транспортировки. Расстояние плюс затраты по ГСМ, по плохой дороге идут, ремонт машин. Ну и плюс получается, что единственная дорога на Сиренесейск. Люди из Сиренесейска тоже какие-то проблемы возникают из-за этого. На балансе краевого управления дорог этот участок перешел в 1997 году, когда ее строили. Не было ни проекта, ни планов на будущее использование, говорят ведомстве. Сейчас же на капитальную реконструкцию в дефицитном бюджете денег нет. На существующие финансы эта дорога некоторыми участками приводится в более-менее проезжие состояние. То есть до идеала там очень далеко. Ежегодно различными видами ремонта порядка 10 километров на разных участках доводится до проезжего состояния. Дорожники говорят, местным жителям стоит надеяться только на развитие ангара Енисейского кластера. Об этом проекте говорят давно. Правда, окончание намечено только на 2021 год. Захар Письменных, Алексей Гусев, Новости ТВК. «Сергиев Посад» – духовная столица России. Фильм с таким названием снял экс-министр спорта Красноярского края Сергей Гуров, в котором сам же и сыграл главную роль. Видеоролик уже появился в Ютубе. В фильме показаны культурные достопримечательности Сергиева Посада, а также полет самого Гурова на воздушном шаре над городом. В конце главный герой приглашает всех в духовную столицу России и отправляет в воздушный поцелуй. Давайте посмотрим это обращение. Дорогие друзья, приглашаю вас в гости в духовную столицу России. «Сергиев Посад». Милости просим, всегда рады. Я напомню, что Сергей Гуров покинул пост министра Красноярского края в 2012 году. И в марте этого года был назначен в администрацию подмосковного Сергеева Посада на пост заместителя главы администрации. Однако проработал там недолго, всего 4 месяца. Мы связались с нашими коллегами-журналистами из Сергеева Посада. И вот чем им запомнился Гуров. Ну а в Красноярском сером доме новое назначение. Сегодня на должность министра энергетики ЖКХ «Край» был назначен Юрий Захаринский. Соответствующее распоряжение подписал в Рио губернатора Виктор Толокунский. Захаринский пришел на место Андрея Резникова, который был назначен замом министра по делам Северного Кавказа. Сам Захаринский последние несколько лет работал полномочным представителем губернатора «Край» в различных округах и городах нашего региона. Евгения Васильева нарисовала портрет Обамы ко дню его рождения. Как выглядит президент США в представлении Васильевой, покажем сегодня в ночном выпуске новостей в рубрике «Блогпост». Впоследствии автотрагедии. Какие нюансы стоит учесть? Комментарий юриста в нашей студии. И новый питомец в приютоверность с предложением сердечной дружбы. После страшной аварии на улице Ленина красноярцы стали опасаться, что виновник избежит наказания. К сожалению, в нашей стране такой не редкость, особенно если виновник ДТП из числа так называемой «золотой молодежи». Впрочем, часто так бывает из-за юридических ошибок, которые совершают пострадавшие или родственники жертв. Как вести себя и что делать, если вы или ваши близкие попали в аварию? Об этом мы поговорим с нашим гостем Ириной Дорофевой, специалистом службы автоюрист группы компаний «Движение». Добрый вечер. Первый и самый очевидный вопрос. Что делать, если человек сам или его родственник стали жертвой ДТП? Здравствуйте. Если человек либо родственник стал жертвой дорожно-транспортного происшествия и причинен вред здоровью, либо наступили более тяжкие последствия, и вы прибыли на место ДТП, и вам в первую очередь необходимо обратить внимание на правильное заполнение следующих документов. Это схема ДТП, а именно расположение транспортных средств на проезжей части, отображение тормозных следов после столкновения, отображение осыпи, осколков и правильного места удара. Кроме этого... А что вы не подписываете в этой ситуации? Ну, если вы являетесь близким родственником, скорее всего, вас не будут просить подписывать какие-либо документы. Единственное, что могут взять какое-то объяснение, но это будет уже позже, когда шок пройдет. На месте ДТП берут объяснение именно с участников дорожно-транспортного происшествия, либо со свидетелей. Кроме того, про документы я бы хотела дополнить, что на месте ДТП составляется протокол осмотра места происшествия. Там описывают также место расположения транспортных средств относительно друг друга, элементов проезжей части. Указываются замеры относительно элементов проезжей части и относительно автомобилей, место столкновения. Это понятно. Но вот бывают случаи, когда суды после аварии выносят слишком мягкий приговор. Как вы считаете, почему так происходит? Слишком мягкий приговор, он не может быть слишком мягким, поскольку санкция статьи за данное нарушение, которое предусмотрено уголовным кодексом, она предусматривает определенное наказание, минимальное и максимальное. В случае, если сторона, которая является виновником, предоставляет доказательства, которые являются смягчением вины, то есть на основании этого суд принимает решение, такое, которое он принимает. Но сейчас можно предположить, что... Ну вот 8 раз человек уже привлекался за непродолжительный срок. Если рассматривать вот эту, опять же, аварию, можно предположить, что виновник, находясь на свободе, может продолжать водить автомобиль? Ну, в данной ситуации, я думаю, что транспортное средство виновника, оно задержано, то есть управлять он им пока не имеет права и возможности. Ну, если он сядет на другое транспортное средство, то, естественно, законом это будет не запрещено. Понятно. Спасибо большое. Ирина Дорофеева, специалист компании «Автоюрист», службы автоюриста, группа компании «Движение» была в нашей студии. Мы продолжаем выпуск. Из-за долгов за тепло и горячую воду некоторые красноярцы могут остаться без отопления будущей зимой. Красноярская теплотранспортная компания уже передала списки должников в районы администрации города и в департамент гурхозяйства. Это полторы тысячи задолжавших за тепло и горячую воду в Красноярске, в Березовке, к которым относятся как физические лица, проживающие в частном секторе, так и юридические. Это управляющие компании, социальные и промышленные объекты. По сути, потребители рискуют остаться без актов проверки готовности объектов к отопительному сезону. С прошлого года действуют новые правила. Теперь погашение задолженности за тепло – необходимые условия для получения этого документа. Самые большие долги приходятся на управляющие компании ТСЖ. У неплательщиков еще есть время, чтобы рассчитаться по долгам и получить главный документ, подтверждающий готовность к отопительному периоду. Списки должников можно посмотреть на сайте sibgenko.ru. Красноярская теплотранспортная компания призывает всех потребителей, независимо от того, получили уведомление или не получили уведомление, в обязательном порядке при подготовке своих объектов к отопительному сезону обратиться в наш офис и уточнить размер задолженности. С 1 июля 2014 года для жителей Красноярского края изменились тарифы на электроэнергию. Насколько все преобразится в платежки, расскажем далее в рубрике «Потребительские новости». Тарифы на электроэнергию в Красноярском крае выросли на 5%. Уже в августе жители региона получат платежки за электроэнергию с расчетами по новым тарифам. Сумма увеличится на 3-5% в зависимости от категории граждан. Новые тарифы установлены в соответствии с приказом Региональной энергетической комиссии Красноярского края. Так, например, городские жители, а также садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан получат электроэнергию с 1 июля по ставке рубль 90 за киловатт-час. При этом потребление сверхсоциальной нормы будет рассчитываться 3 рубля 9 копеек за киловатт-час. Но это не должно стать проблемой для всех. Жители Красноярского края, оказывается, получают самые большие зарплаты в Сибирском федеральном округе. Информацию о заработных платах в Сибири подготовил Новосибирскстат. Согласно данным этой организации, средняя зарплата в округе по сравнению с данными за прошлый год выросла и составила 27 тысяч рублей. Больше всех в нашем крае зарабатывают специалисты сферы добычи полезных ископаемых. Их зарплата 72 тысячи рублей. На втором месте сфера финансов. Заработок специалистов почти 48 тысяч. На третьем сфера государственного управления обеспечения военной безопасности 43 тысячи. Самые низкие заработки у работников отрасли сельского и лесного хозяйства. Чуть больше 15 тысяч рублей. Срок отпуска по уходу за тяжелобольными детьми планируют увеличить. Теперь он составит 120 календарных дней. Министерство труда России разработало новый проект, согласно которому права родителей тяжелобольных детей уравниваются. Иначе говоря, если раньше родителям больного ребенка в возрасте до 15 лет оплачивали 120 календарных дней по всем случаям ухода, а родителям ребенка в возрасте от 15 до 18 лет оплачивались лишь 30 дней, то теперь размер срока выплат для тех и других сделают единым. Новый законопроект позволит родителям больше времени проводить со своими детьми и ухаживать за ними во время лечения. Найти себе хорошего друга очень просто. В эфире новостей ТВК продолжается проект «Еще хозяина». Сегодня у нас в гостях еще одна участница приюта, одна из организаторов приюта «Верность» Надежда Гораева с кошкой Асей. Расскажите, что это за кошечка и какая ей нужна семья. Здравствуйте. Это кошечка Ася. Это добрый и спокойный ребенок. На свой год с небольшим она уже успела стать мамочкой. Неизвестно, как она казалась мороженым ребенком, котенком на улице, но она грязь в дождь, голодная, выкармливала этого маленького малыша прямо на тротуаре. По словам очевидцев, им приходилось прятаться от опасности, ночевать под машинами, потому что им некуда было просто деться. Пока ее не увидели волонтеры группы «Верности» Светлана. Она подобрала ее, обогрела, отмыла этих двух маленьких комочков. Но она не только выкармила своего малыша, кто-то еще выкинул трех новорожденных, котят тоже. И нам пришлось тоже подложить есть. То есть она у нас мать-героиня. Я смотрю, она уже освоилась и даже смотрю, потому что нет, смотрите, говорят, кошки очень плохо переносят смену места и все-таки быть, наверное, в нашей студии для нее определенный стресс. Вообще да. Ну, все зависит от, скажем так, от людей, и кошки это очень хорошо чувствуют. Если человек хороший, добрый и старается это показать, то кошки это очень хорошо чувствуют. Она у нас теперь стерильная, стерилизованная, привитая, полностью здоровая. И теперь мы ищем хозяина. Безусловно, кошка хороший барометр. Еще говорят, что она снижает артериальное давление и снимает головную боль. Что очень важно, например, метеозависимым людям. Прогноз погоды на предстоящие сутки в нашем эфире далее. Спонсор прогноза погоды в городах нашего края – сеть джинсовых магазинов «Шериф» предлагает новую осеннюю коллекцию. Субтитры создавал DimaTorzok И о погоде в Красноярске. Прогноз погоды в нашем городе представляет компания «Красноярск-Дорремстрой». Поздравляет всех с Днем строителя! 6 августа в городе Красноярске ночью плюс 13, днем плюс 24. Переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Давление 731 миллиметр ртутного столба. К этому часу все новости подготовлены службой информации телекомпании ТВК. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok